здравствуйте дорогие друзья с вами Арзи и мод под названием обливерил острый мейк 2.5 и вот мы наконец-то уже около бара в этом тихом спокойном месте но не тут то было, я вот только пришел тут сразу же на нас кровасос бюрер да, я в принципе ну не ожидал короче, но оказалось их убить в принципе не так сложно вот давай выбросим эти патроны вот нас отключится на дробовик осталось, сейчас отдадим все вот эти вещи продадим всякие приборы и нужный артефакт, артефакт у нас кстати просто уйменно копилось вот ладно, побежали может быть заодно починим научный костюмчик, так у нас тут подлагивает в принципе ничего страшного не знаю, может быть еще выполним задание насчет грузовой машины ой-й-й-й так, и нам приходит какой-то блин, что за бред сталкиваться, зайди ко мне в здание школы нужно поговорить блин, подлагивает там ну ничего, это у нас локация прогружает сейчас она прогрузится и ничего лагать не будет так, давайте на нашу здание школы друзья, где у нас здание школы находится да может быть вот здесь да может быть это у нас и он и есть ну что ж, давайте поговорим так, это у нас можно что-нибудь взять нет, тут ничего нельзя взять привет, Мессер, я сталкер группы Чистое Небо нас не так много, мы сотрудничаем с обычными сталкерами-одиночками если у тебя есть желание помочь нам можешь пойти в центральный комплексный имид-прибор наши группы сейчас там на ВРК им нужны такие, как ты, Чистое Небо впервые слышу о вашей группе хорошо, если выходит возможность встречусь с вашими ребятами спасибо, Мессер так, и что еще с ним можно о чем поговорить что он сможет купить ну так, все это ясно ладно, слушай, а что за ящики тут у тебя? я артвиз у тебя есть да прикинь, на ростке нашли свободу в 100 целых 10 ящиков болтов да не простых, а каких-то облученных в общем, вроде как забрать их на большую землю должны ну а я пока присматриваю за ними а насчет артов синтезировал я их одно время был у меня трансмутатор портативный даже рецепты в ПДА какие остались вроде у лидера нашего есть все рецепты из известных, кстати, если это тебя интересует ясно, буду знать слушай, мне тут то их болтов облученных нужно отсыпешь ну знаешь хотя можно, почему бы нет с тебя 1000 рублей за 8 штук а, короче, это для вот этого нашего дроповичка все ясно, а что за артефакт у тебя тут да был у меня прибор один скрещиватель артефактов, сейчас только остался рецепт для сильного гравитационного артефакта от него если у тебя есть прибор, могу произвести трансмутацию ингредиенты для преобразования будут мои от тебя только и сам прибор и 5000 рублей от тебя требует столько сам прибор и получаю после этого я получаю артефакт да, все верно ну так вот тоже интересный человек из чистого неба новичок все ясно а задание у нас появилось нет давайте посмотрим так, история так где у тебя есть пойти в центральный комплекс не иметь прибор сейчас наверняка нужны и такие как ты но это мы конечно же прям сейчас не будем делать я просто сейчас гляну по карте не иметь прибор вот центральный комплекс это вот этот по любому ну как-нибудь туда обязательно смотаемся а сейчас давайте отправимся к бармену так вот мы уже около бара и сейчас мы поговорим с нашим барменом что нам можно сказать так второго бармену возгляни а не нет куда достаешься приянуть что на глазах у всех такие дела не решают слушай там меня встретили тогда пройдем в кабинет там поговорим хорошо он 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 окей сейчас будет что то интересное что и они нет так все то же самое так хорошо ну вот с вами поменять что тебе еще надо вот я нашел документ отлично так так тут говорится о неких психотропных установках что расположены так извините расположены на территории зоны на севере видимо они являются препятствием также говорится что база ученых на интере занималась поставками оборудования для этих антенн ученые что они здесь делают черт он знает проводят какие-то исследования думать тебе следует поверить с ними хорошо я отправлюсь на янтарь учти на озере полно очагов активности пси излучения если не хочешь чтобы мозги спеклись держись подальше от центрального комплекса да кстати раз ты уже на янтарь собрал сотами скрещивателей артефактов можешь считать что это награда за документы из лаборатории только учти в память устройства нет ни одной рецепт можешь спасить их у ученых раз туда идешь ну ладно как добраться до янтаря дорога на янтарь находится здесь на территории бара это бывшая автострада как и на юго-запад по дороге как ты выйдешь козер да и не забыть про кипровку на тебя там кстати очень кстати так понятно такие дела что он нам дал подождите где 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 он нам должен дать скрещивали артефактов некий а где он у нас я чуть не вижу а вот он у нас экспериментальный скрещиватель артефактов за разработку ученых из озера янтарь позволяет преобразовывать аномальные образования при наличии определенных что я думаю винтовочку можно подать патроны а вот эти помелочь патроны ст а м да 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 забрал там был счет там вот какой другу другой короче подал а это кстати он не берет предметы из лаборатории да что еще можно ему продать сейчас я пока без видео подумаю так давайте еще позанимательное дело у барменов есть нужно поговорить что там у тебя при выходе из лаборатории в темной долине на меня напали какие-то люди в синих каменезонах в синих каменезах говорят что они похожи тебя заказали вот уж кто и зачем не скажу не знаю сообщил так вот вроде бы с барменом все покончили с еще много еще стоит говорить с тем же информатом не знаю интересует нет информация так зайду помню работа хочу купить информацию нет у него очень подходите подходи по и поэтому вот можно кстати еще хотел рассказать про завод Росток. Вот этот человек, он нам дает задание найти что-нибудь о брате. Его на... Собственно, брат его исчез на заводе Ростке, он там работал, а после выбросов, наверное, после катастрофы, наверное, что-то не произошло, и он исчез. Вот, мы находим на заводе Росток документы. Документы мы находим как раз в том здании, в котором мы появляемся. То есть, вот, мы на Росток заходим, и сразу же здание, в котором мы появляемся. И оно только на втором этаже находится, там легко очень найти, на втором этаже там всего лишь одна комната. Вот, мы туда идем на второй этаж, и там в комнате документы. Там еще, когда мессер, кстати, туда заходит, там появляется такая надпись, там что-то типа, здесь, по-моему, был архив, что-то типа этого было, вот. Там лежат документы, мы их находим и отдаем вот этому ученому. И он, кстати, нам обещал костюмчик, и если мы зайдем к этим... Как его... О, кстати, у нас прибор может все купить. Если мы зайдем к ученым на Интарь, то он нам, собственно, может... Там нам дадут костюмчики. Не знаю, давайте продадим. Мне поясни достаточно денег. Хорошо, давайте на благостаем. Вот он... Нам дадут костюмчик. Ну, в принципе, у нас, видите, вот такой же костюм. Я его починил. До и денег у нас, в принципе, очень много. Я не знаю еще. Давайте, может быть, сходим седьмаком поговорим. Может быть, он что-то новенькое нам может предложить. Кстати, ему можно тоже продать, например, вот это. Так, ну, больше вроде бы. О, еще флешку можно продать. Это мы не будем продавать. ПС достаточно денег. Ай, ладно. Не продадим мы ему. Все вы днища, можно сказать, вот так. Без денег. Да, и новых зданий тут никаких нет. Еще, что я хотел... Нам же дали этот... Как его зовут? Вот. Скрещите артефакты. Давайте сходим в Чистонебовцу, который вот здесь находится. Но сначала я по пути заглянул на базу долга. Собственно, на этой базе долга мы сейчас прикупим патронов. Что ж, давайте поговорим с местным торговцем. Так. Ух ты, аптечечка. Кстати, я заметил, аптечку у меня очень много. Вы смотрите, тут в сумме 40 аптечек. 41, вот. А бинтов у меня всего 6, и то это 4 я только что купил. Вот у нас эти патроны. И я куплю все. Благо денег у меня хватает. Ну, а что еще мне можно прикупить? Это у нас какая-то винтовочка. Наверное, все-таки они, по-моему, одинаковые. Кстати, РПК. Сейчас я хочу сохраниться и, может быть, купить РПК, я даже не знаю. Это сейчас без записи сделаю. Я просто хочу проверить, какими стреляют патронами РПК. Да, друзья, РПК просто классная вещь. У него 45 патронов в обойме. И это уже меня радует. Зачем пришел? Давайте поменять патронов. Подходник Уликс еще патрончиков. И что я хочу еще продать ему? Так. Вот это я думаю, мы продать им. Зачем пришел? Может быть, стоит отсоединить гранатомет и отсоединить крицел. Интересно, у него есть гранаты Вога. Гранат Вога у него нет. А вот Калашников можно продать. Вот Хатикулит пришел. Да, классная вещь. Кстати, он с виду похож на обычный АК, этот, 74 или там АКМ, какой-нибудь. С базукой, ладно. Вот, но только отличает вот то, что у него есть стойки. И на него, кстати, не радует. Прицел у него тоже можно повесить. Ничего, все это у нас будет в бою проверено. А вот этот гранатомет, кстати. Еще еще хочу попробовать. Вот хоть и курит. Золбал. Нет, его нельзя прицепить, никогда из наших квинтовок. Зачем пришел? Так, и его можно, собственно, тоже продать. 350 рублей лишними не валяется. Так, ну, вроде бы мы патронами запаслись. Патронов у нас достаточно. Кстати, он у нас купит вот эту и флешку. Да, он у нас тоже это все купит. И денег у нас, в принципе, мы не потратили. Вот, какие хулики. Вот. Ну и теперь, так вот, глянув на наше сражение, а у нас, кстати, очень даже неплохое, и еды у нас предостаточно. И мы отдохнули, поели. Вот. Теперь я могу с спокойной совестью отправиться на янтарь. Но перед этим, как я обещал, мы заскочим к этому кобальту. Вот уже и он. Сейчас мы с ним поговорим. Что он может нам предложить. Так, мне нужен сильный гравитационный артефакт. Хорошо, давай, предбор и деревянный. Нет, подождите, давайте мы сначала сохранимся и посмотрим. Потому что мне, правда, очень даже интересно. Так, мне нужен сильный гравитационный артефакт. Тержи, процесс прошел успешно. То есть, ага, все ясно. Прибор, где у нас прибор? То есть, вот с помощью вот этого, можно сказать, прибора. Хотя, на самом деле, это обычный ящик. Вот. 12 килограмм. Но, 5 тысяч. Да, друзья, это 5 тысяч. Поэтому, я, ну, на самом деле, я не советую вам это делать. Мне, например, веса вполне хватает и без, собственно, вот этого артефакта. Вот. Поэтому, не знаю, стоит ли это того или нет. И зачем болты 1000 рублей 8 штук? Зачем мне какие-то болты, скажите мне? Если я могу стрелять из прекрасного пулемета, РПК, это же просто мощь, а не пушка. Ладно, я сейчас сохранюсь. Хотя, зачем? Я думаю, на этом серии закончим, она будет короткой. А в следующей серии уже, как говорится, на здоровую голову мы пойдем на янтарь. И там будем куролесить. А пока, если всем понравилось, все ставят лайки. Ладно, шучу. Вот. Если вам понравилось, ставим лайки. Если нет, ставим дизлайки. Ну, а пока я хочу с вами попрощаться. На этом все.